итак я вернулась вернитесь и вы пока вы возвращаетесь я посижу подожду никуда не буду уходить всем привет всем большой привет все кто не были с нами минут пять назад потому что я сидела в перископе потом дедушка мне позвонил я отключилась и вот я снова вернулась буквально через две-три минутки да я дома давно уже как два часа где-то или нет нет час я всем где-то приехала так сколько тебе лет мне 18 лет кто-то просит чтобы я продолжила про марьяну как мне понравилось мне видео или нет про прокладки про месячные не знаю про что конкретно в общем я рассказывал о том что есть такая реклама который не хочется делать вот типа прокладки рекламируете типа того и обычно за такую рекламу ты ну больше цену ставишь потому что типа репутация твоя может испортиться и тебе в этом нет никакой вообще выгоды вот и что могу сказать про нее вот непонятно это реклама или нет потому что вроде я там ничего рекламного не увидела но я просто не понимаю зачем снимать такое видео если это даже не реклама чего-то тут тебе хотя бы заплатят а так ты сам просто выставляешь себя каким-то нет я понимаю она молодец взяла так открыто и сказала про месячные мы все знаем что это такое да прокладки и так далее но не знаю вот некоторые ее там не знаю советы как чем пользоваться показались мне ну не то чтобы абсурдными а просто короче я не буду отдельно снимать такое видео рассказывать что я думаю про прокладки и про месячные но я считаю что это просто ну по мне так лучше ничего не выставлять чем такое то же самое что я буду сидеть и рассказать про какашки как правильно попу вытирать в какую сторону надо но это не знаю мне не нравится такое это очень странное видео я бы так сказала одно дело когда там реклама хотя бы есть ты понимаешь ну как бы ради чего человек это сделал а другое дело не знаю так ты купила iphone 7 нет я не купила может быть кто-то из вас в него купит нет я не покупаю такие дорогие вещи откуда у меня такие деньги да нет на самом деле я не хочу iphone 7 точнее хочу только из-за камеры я хочу если 7 то брать плюс вот но в этом нет никакого смысла я считаю еще раз показываю маникюр кто просил так грешница ли я смотря о чем идет речь не знаю мне кажется мы все грешники знаете даже те кто говорит что я не грешница они точно грешники мне так кажется кто ты по национальности я наполовину русская на четверть грузинка на четверть украинка 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 не знаю снимите с кариной кукинг посмотрим возможно посмотрим где фара фара на учебе обе на учебе фара на учебе карина не знаю где дома наверное но фара на учебе вот как карина карина не знаю как наверно нормально если бы было плохо думаю она бы мне рассказала сколько я весила в 13 лет вообще не помню вот пытаюсь вспомнить не помню но я думаю что не намного меньше чем сидит сейчас я наверно ростом поменьше было хотя вот последние года три наверно два у меня рост не меняется это хорошо мне нравится так нормально так во сколько лет я начала краситься даже не знаю в 12 в 13 но как сказать краситься просто у меня уже лет с 12 или с 13 были прыщи которые я пыталась всячески спрятать закрыть поэтому ну а так реснички ну как и все девочки вначале там не хочется кожу тоналками и так далее тебе это просто не надо потому что настолько это некрасиво выглядит когда маленькая девочка сильно накрашена но я не понимала этих вещей вот даже лет наверное в 13 как раз таки лет в 14 я вообще не понимала этих вещей и я просто жесть как красилась сейчас очень популярно на ютюбе снимать видео как ты красился в школе в детстве и я думаю снять такое видео потому что так как красилась я но никто у нас на ютюбе не красился никто просто я была похожа на восковую куклу уродец короче вот так что не знаю может быть даже сниму такое видео так сделаю еще летсплей да я очень хочу мы наконец-то подключили карту захвата то есть теперь мы сможем я смогу снимать летсплей еще с xbox вот но не знаю пока еще не сняла вот завтрашнего дня начну видосы опять снимать кучу кучу я у себя на канале написала видео через день сто процентов не получается не получается через день выставлять вот несколько раз у меня получилось наверное видео 34 выставить через день если не меньше наверно три все таки а потом все не получилось но не получается не знаю почему тяжело это выставить я не понимаю как ян выставляет видео или как маша они просто мне кажется не спят ужас но молодцы ребята так сколько я сейчас вешу 50 55-56 я сейчас вешу ну короче тоже особо не изменилось но вот я немного поправилась 56 недавно весила ну так 55-56 вот почему я не общаюсь с пашей микусом но что-то как-то не знаю мы с ним хорошо дружим просто у него там свои дела у меня тоже свои дела заморочки и вообще мало с кем общаюсь в принципе но вот недавно я паше писала типа ты чё куда пропал чё за хрень вот он мне рассказал куда он пропал почему он пропал сказал все нормально скоро встретимся я такая ну да ну да если паша говорит что скоро встретимся значит ну через годик может паша что поделать тогда новое видео надеюсь что вот завтра надеюсь я сейчас в москве да ян и саша вместе нет я вам сто процентов отвечаю что нет у саша парень и он не ян я видела сашиного парня раза наверно два или три и точно могу сказать что это не ян вот так боюсь ли я щекотки очень сильно боюсь ненавижу могу палец кому-то сломать или плюнуть в лицо настолько ненавижу щекотки если кто-то меня начнет щекотать фары обычно меня щекочет мы деремся вот ну обычная такая домашняя история так нравится москва хотела бы переехать москва мне очень нравится переезжать никуда не хочу в москве мне нравится ютубер ты да я ютубер вот братик хорошо моя любимая песня сейчас сейчас скажу на данный момент это не знаю как называется но в общем энд шпиль рем дига еще и вот это не знаю как читается короче у меня в аудиозаписи зайдите увидите вот она мне щекотка вот да недавно начала слушать карина мне скинула эту песню вот эту сейчас покажу вот она мне очень-очень нравится сейчас ее я слушаю так что вам еще показать видела кто-то задал вопрос хочу ли я ринопластику и недавно выпущу да я там сижу иногда читаю потому что мне интересно не буду скрывать хотя там про меня гадости тоже есть мне это неприятно как и не знаю кому бы это было приятно но я все равно сижу потому что гадости про других там тоже есть я должна все гадости про всех знать не для того чтобы их распространять а просто знать как бы ну мы ютуберы этим и живем понимаете не все конечно но так это интересно вот про ринопластику вопрос хотела бы я себе сломать нос делать новый честно да вы вот это странно сейчас звучит я никогда бы наверное не стала об этом открыто вот так говорить что я хочу сделать себе нос я хочу но я не знаю надо мне это или нет я бы хотела и глупо наверное было бы если бы я сказал нет вы что я не хочу мне так нравится мой нос я его несколько лет фотошоплю постоянно в своих видосах постоянно на всех фотосессиях прошу чтобы мне его поменьше сделали закрасили нет вы что зачем мне ринопластика я и так красотка у нас была фотосессия для girl просто такая смешная ситуация и я говорю фотографу то что вы там когда будете сделайте мне немного нос поменьше если чё все-таки обложка и так далее тебе так идет твой нос это самый модный нос и сейчас типа сейчас уже никому не нужны ровные носы это уже не модно типа ищут людей необычных с кривым большим носом да это про меня но нет у меня конечно вот честно я люблю свой нос в жизни он мне очень нравится то есть пофигу вообще даже когда я улыбаюсь меня просто бесит что когда я улыбаюсь он у меня вниз типа немного опускается меня это бесит вот ненавижу вот эту пимпочку вот реально если бы я хотела себе что-то с носом сделать если не сильно заморачиваться то я бы хотел себе просто кончик сделать немного другой потоньше и чтобы он не загибался ну короче вот так вот короче вы поняли вот но что я хочу сказать я не знаю хочу ли я делать ринопластику точнее я хочу но я не знаю буду ли я это делать я не решилась пока на это вот но я офигела просто оказалось что одна моя знакомая делала себе нос просто я с ней очень давно знакомы и и общаюсь и вообще непонятно незаметно я не видел ее нос просто до того как она его сделала но выглядит очень круто и она делала кстати ки у того же врача у которого делала милена чужого да которая сделала нос кстати вот честно вот я не буду скрывать я к ней не очень хорошо отношусь но то что она себе сделала нос и сняла об этом видео которое кстати посмотрела вот да это реально уважение просто многие люди скрывают это и честно я бы тоже наверное скрывала хотя я себе я себе сделала нос я думаю нечего там скрывать сразу видно что он сделанный и так как я все меня знают ну не все да но многие видели мое лицо и так далее чё скрывать какой смысл да я себе сделала нос вот просто за это реально какое-то уважение к человеку потому что ну правильно а чё скрывать это же видно лучше ты расскажи как все было потому что есть люди которым это интересно вот мне например тоже интересно было бы вот как чего мне было интересно посмотреть видео и просто послушать что да как потому что я сама хочу себе нос но я не решаюсь на это вот так что не знаю нос не нос я столько всего хочу на самом деле очень много чего всякие операции хочу зубы себе винировать зачем брекетах ходила сток лет не знаю но я это не делаю не знаю почему вот я уверена на сто процентов если бы я была какой-то знаменитостью голливудской или типа того я бы стопудово сделала себе сразу нос и не знаю зубы губы и щеки попу сиськи все бы себе сделала сразу и не парилась бы потому что там реально нереально тяжело мне кажется в этом плане потому что там все сделанные и конечно очень неприятно когда ты сам понимаешь то что ты можешь быть лучше но ты этого не делаешь потому что ну операция это плохо я боюсь но сделать только потому что мне кажется делают еще хуже вот но я видела работы мастера вот того как раз таки который делал милейни нос и в принципе клёво но я почему-то боюсь вот не знаю но я бы хотела не буду скрывать хотел бы да так что вот какие еще вам интересные вещи рассказать о которых я обычно не рассказываю нигде снег есть снега нет колеса еще не поменяла пока еще не холодно так что думаешь о себе в 15 лет думаю что он думаю что я была молодая вот в принципе ничего больше не думаю знаешь Егора Крида да знаю прикиньте я когда была на Кипре у нас была экскурсия с ослами и после ослов мы сидели кушали и потом началась типа дискотека там танцевали сертаки еще какие-то танцы и короче потом Крида включают я такой думаю да ну нафиг прикольно приятно было что там русских ну там русских много поэтому я не удивлена но удивлена почему именно Крид нет он мне нравится как бы да я слушаю его песни но сейчас не слушаю но так нравится вообще-то самая смешная история с братом когда я была маленькая и он тоже еще меньше меня был как и сейчас в принципе мы с ним что-то дрались ругались за конфету ну это не очень смешная история но в общем он меня поцарапал и у меня здесь вот кожи не было прикиньте так поцарапал это вот самая смешная история с братом вот какой у меня объем ресницы не знаю сейчас возможно двойной потому что все выпало отвалилось и выросло вот я ненавижу когда они отрастают потому что они начинают закручиваться в другую сторону я иногда знаете могу ехать за рулем у меня ресница просто хренак в другую сторону в глаз воткнулась просто это реально жесть так что конечно ресницы это не всегда удобно но мне нравится вот так что такие дела что я думаю о своем будущем какие-то неинтересные вопросы вы задаете спросите что-нибудь там про елки еще что-то я не знаю что думать о своем будущем я надеюсь что у меня будет хорошее будущее знаете ли очень постараюсь по крайней мере его сделать таким что там с елками наконец-то с елками все хорошо очень-очень-очень-очень жду премьеры прям хочется плакать знаете вот у меня было видео в котором я рассказываю про свои такие маленькие мечты типа то что реально может сбыться но я об этом мечтаю и не верю что такое будет но я понимаю что это возможно то есть есть такие мечты как типа полететь в космос вот для меня я знаю точно что я никогда туда не полечу но так вот помечтать типа прикольно я в космосе вот и есть такие мечты как вот сняться в кино попасть на обложку журнала и я в шоке с того что половина из того ну не половина возможно я не помню что там еще было но я была на камеди я снялась на обложку я снялась в кино и все это было как раз в моих мечтах еще песню надо записать и тогда вообще гулять буду вот как я отношусь к Саше Спилберг такой странный вопрос я к Саше очень хорошо отношусь прям очень хорошо то есть я считаю своим другом и да ну я реально не боюсь там что-то рассказать потому что я знаю что она никому не скажет и для меня это самое главное в принципе если человек может выручить в трудную секунду может выслушать подсказать что-то ну и просто ты видишь то что человеку не срать на тебя он реально тоже тебе хочет помочь если тем более мы блогеры да у нас одна тема мы в одном деле и когда Саша мне в чем-то помогает мне очень приятно потому что ну реально я понимаю что и не срать на меня это здорово так что я ее очень люблю к ней очень хорошо отношусь и ну реально считаю ее другом так что в принципе вот честно могу спокойно ей секреты свои рассказывать так же как и она мне кстати вот я ценю вот такие вещи в дружбе хоть мы с ней и не так давно как с Кариной знакомы и не так много времени проводим как с той же Кариной но вот что-то между нами есть такое знаете вот не знаю вот хороший она человек конечно поэтому вот так когда будет новое видео с мамой не знаю пока но мы хотим снять да ну мы хотим снять да так интересно у меня сейчас был акцент короче мы хотим снять видео она очень рада ей очень нравится что там действительно много просмотров вот ей очень приятно что видео посмотрела много людей что там пишут приятное так что она очень хочет я тоже хочу и если ей вот мы вот второй раз будем снимать кукинг тоже и она сказала что она подумает возможно реально сделаем ей канал и она будет там готовить вот тоже кукинги снимать так что вот и она думает пока не знает она вроде как не хочет типа я лучше у тебя там потусуюсь иногда в видосиках я ей говорю типа ну а зачем как бы нет без проблем да я не против ради бога это же моя мама смотри вот я просто недавно угорала над тем мамам говорит ну выстави фоточку со мной отметь меня я говорю ты со мной только из-за пиара прикиньте мама с тобой только из-за пиара это вообще обидно я помню когда я была маленькая у меня на даче ну как маленькая ну относительно лет 7 там 8 9 10 у меня был бассейн на даче и некоторые мои подружки говорили мне что вот какая-то там девочка со мной дружит только потому что у меня есть бассейн вот поэтому у меня мало друзей потому что не знаю вы понимаете всю эту ситуацию я говорю как-то маме мам ты со мной только из-за пиара смешно было а прикиньте реально забавнее так было бы так что вот мама тоже хочет что-нибудь такое ей все это нравится она тоже мечтала всегда как и любая девочка стать звездой поэтому инстаграм вот это вот ютуб все это наше девчачье любимое интересное хотя не всем это надо но вот мне кажется каждая девочка в душе хочет стать звездой ах так хочешь тату честно уже нет вот представляете я так рада я помню вот буквально года два назад когда все начали себе делать татухи да и даже сейчас да просто какое-то время это было модно потом это перестало быть модным и никто это не делал и считал что типа ну лучше когда чистое тело без тату я думала да ну нафиг эту моду просто хочу тату и все хотела хотела там наклейки переводные себе клеила рисовала я сидела на английском в школе и черной ручкой себе вот где-то здесь на руке писала просто какой-то абзац брала из упражнений по английскому и писала себе и типа татушка там что-то на английском клевое написано короче я такой человек изобретательный оказывается ну короче нет я не хочу тату потому что я поняла что когда нету на теле татуировок это очень круто это вот девушка прям персик ну не знаю мне так кажется так что я не буду делать тату вот как татуаж дорого татуаж хорошо мне нравится я долго к этому шла знаете долго думала хочу я тату или нет татуаж в смысле и потом поняла что да потому что у меня брови всегда разные я их не могу одинаково накрасить они конечно ну и так у меня разные у меня вообще вот эта бровь всегда выше чем эта вы заметили потому что я уверена что вы заметили кто-то сейчас напишет нет я вообще не замечала пока ты не сказала ну как обычно короче пофигу эта бровь у меня всегда выше потому что это я могу поднять вот так а вот это нет это мне тяжело поднимать и из-за этого у меня всегда эта бровь выше потому что она уже ну настолько высоко забирается что ну вы поняли поэтому они у меня разные немного всегда но если их опустить опустить просто к жалюзи то тогда более-менее короче брови это жесть не хочу об этом думать все дорого это ну как дорого относительно я заплатила чтобы не соврать или пять сто или шесть сто тысяч пять тысяч сто или шесть тысяч сто не знаю вообще по ценам вроде как это нормально считается но по крайней мере как бы вся эта история держится там года два три четыре бывает больше так что она того стоит мягкие ли у меня губы не знаю вроде да они у меня мягкие но они у меня обветрились поэтому они как будто бы пленкой какой-то дурацкой покрытия так мои родители в разводе лет сто наверное как уже мне было пять лет когда они развелись вот я не была в Латвии к сожалению вообще я везде хочу побывать с удовольствием бы везде побывала даже ну не то чтобы даже я бы хотела даже по России поедеть по всей то есть понятно мечты там в Европу и так далее но вот я бы хотела и по России покататься в Питер обязательно приеду я там уже была кстати что очень круто правда я там была почти ничего так как мы приезжали на фестиваль и у нас было мало времени чтобы погулять посмотреть Питер но я все равно там зачекинилась скажем так так как я там была и очень рада просто я помню что у меня все звалили ну когда же ты приедешь конечно когда же ты приедешь в Питер вот я была там так что теперь смело говорю что я там была знаете ли вот любишь шоппинг ну конечно кто не любит не знаю нет есть конечно люди которые не любят но я люблю шоппинг именно потому что ты покупаешь себе вещи если просто ходишь тупо по магазинам не можешь себе нифига найти или у тебя нет денег такой я не люблю вот так жду вопросик какой-нибудь интересный у меня есть парень да это мой любимый торговый центр наверное европейский потому что там есть топ-шоп в Афимол я не езжу честно говоря хоть он в принципе там же по расстоянию примерно где европейский но что-то как-то не знаю не люблю я Афимол мне нравится европейский он какой-то родной мне вот что с ресницами с ними все нормально просто они отросли немного как стало видеоблогером ну не знаю как как становится видеоблогером просто снимала видео и все вот так стало вот какой объем ресниц сейчас не знаю но уже зато раз отвечала они просто уже вывалились все нафиг отросли и поэтому сейчас пока непонятно точнее уже непонятно какой у меня объем ресниц а так обычно тройной голливудский какой-нибудь делаю так что вот легко ли было играть в елках знаете да мы играли самих себя да поэтому я особо не напрягалась но ну как легко вот что-то изобразить что там нам надо было сделать да это было легко сам процесс так как он долгий и так далее это было сложновато но знаете я спокойно это пережила я могу себя назвать таким человеком который может подождать да который может пережить какие-то сложные времена или сложные какие-то съемки долгие я могу ждать я не знаю я просто помню времена когда я ненавидела ждать вот не важно что просто ненавидел меня трясло я прям а сейчас просто я научился я могу так вот сесть и залипнуть просто часа на три и нормально вообще знаете я просто могу сидеть и думать так сейчас три часа пройдет скоро я буду дома и вообще не вспомню о том что я там где-то что-то делала то есть так время быстро летит но реально оно летит очень быстро поэтому я не парюсь вообще зачем ты опять снимаешь на что потратила сколько там миллионов так жду вопрос кстати сейчас вы офигеть просто так что быстро все подключайтесь обратно я никому еще не говорила никому не говорила никому не показывала пыталась вчера сделать фотку пока не знаете с чем вот но подключайтесь все обратно вы сейчас охренеете просто у меня такой шок был короче пока не фоткалась этим самым что хочу показать не показывала видео нигде не показывала потому что мне хотелось ну я была уверена что где-нибудь в каких-нибудь там ну не знаю селфи да публикуют что Юли наконец-то привезли что-то вот я хотела сделать крутую фотку но мне не получилось сделать это одной сейчас расскажу почему и поэтому я уже устала ждать устала никому не говорить потому что это такое счастье для меня и мне хочется со всеми поделиться этим счастьем кто-то уже угадал вот хотелось поделиться поэтому так как я пока не могу сфоткаться одна с этой бандуриной я вам бы ее покажу сейчас что-то что-то что-нибудь сейчас это стены сейчас я свет побольше сделаю кстати зеленый фон сейчас все вот оно вот оно вот оно аааа кнопка моей мечты ребята класс да я удивилась очень почему здесь нет моего имени я думаю может это не мне потом смотрю на фотку думаю нееее стопудово мне да у меня тут гидроскутер подушки какие-то блин у меня тут хлама куча и кнопка золото брульянты вы представляете вы представляете это просто охренеть вы знаете какая она тяжелая вы не представляете это просто жесть я попробую ее поднять и показать вам блин не переворачивается экран не переворачивается что-то такое наверное у меня просто пальцы мокрые поэтому не переворачивается короче я вам поставлю кнопку смотрите на нее красота да походу здесь просто интернет плохо ловит покажу вам еще вот это криво висит еще еще вот это тоже типа гордость моя вот это реально приятно тоже очень здорово блин у меня квартира похоже просто на музей и меня и это самое очень много просто всего с моим изображением и это напрягает иногда короче вот могу рассказать историю про мою кнопку мне такие говорят точнее на видео пипле должны были награждать меня кнопкой на вот который был и я такая говорю будет ли моя кнопка стоит ли мне вообще туда идти просто я знаю что видео пипл это как правило сейчас переверну если получится не получается сейчас ребята что-то у меня не переворачивается экран почему вы знаете что за хрень короче не знаю почему ну в общем и мне сказали что кнопка моей не придет что она потерялась где-то я была расстроена я говорю не может быть такого где она такого не бывает вот а потом оказалось что она пришла давно в офисе гугл она находится блин ну почему же не переворачивается ребят вы умеете вообще переворачивать я нажимаю два раза как надо на экран короче кнопку мне мою кстати привез ян да блин у меня все очень глючит ребята извините у меня даже экрана сейчас не видно я не понимаю почему мне хочется разбить свой телефон но я этого делать не буду просто все глючит не знаю короче наверное мне придется выйти ребята извините потому что у меня реально экрана даже нет я его не вижу если мне надо